Ты 200 лет old? Вы выглядите хорошо для твоего возраста, а? Кстати, я ничего не выполнил для граждан. Возможно, я что-то довыполнил. Кстати, я не подходил ни разу к роботу. Какая-то гражданина интересная одежда. Прям как этот из DC Comics. Эээ, да? Чашка с лапшой. Блин, может, можно что-то продать? У меня просто места как бы вроде и хватает, а вроде и занимает много всякие тяжелые предметы. Вот, даже не знаю, вот тут как-то... Вот тыквы, например. У меня 7 тыков, каждая по одному весит. Восстанавливает немного. Я, конечно, могу что-то из нее сделать наверняка. Но, наверное, я 3 хотя бы продам. Стейк из Кокси Смерти я не продам. Он и ловкость дает на время, и восстанавливает сколько здоровья. Ладно, не будем этим заниматься на запись. По-моему, как-то здесь надо было идти, чтобы попасть в это агентство Валентайна. Кокси Смерти. Кокси Смерти. Ты мне вроде там денег должна была. Ладно, не за что. Я думаю, она все равно даст. Благодарю. А место для Пайпер будет? Не будет. Если ты пытаешься найти кого-то, кто не потерялся, то дебил в деталях. Пиши мне все, что ты можешь, не важно, как болезненно это может быть. Ну и попробуем писать убийство. 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 Она пыталась убить их от взрыва, и они... Они просто... Это не так. Не нужно сказать ничего больше. Итак, мы говорим о группе холодных убийц. Но они ждали, пока что-то произошло, чтобы разрушить в аморицию. Что еще можешь сказать мне? Мы были в кухне, когда это произошло. В кухне 111. Это было какой-то кро-факульт. Ты был на амориции, да? Много важнее, ты был в амориции. Сделали. Много обстрактов, чтобы пройти только одну человеку. Что еще вы помните? Это был человек и женщина. Они не сказали много. Но я помню, что они называли меня... ...звучит. Итак, мы говорим о небольшом команде. Профессионалы. Что-то, кто знает, чтобы держать их липы крепкие, когда они на работе. Не знаю, что это означает «поскоп». Что-то еще, что вы помните? Мы смотрим на мой сын, Шан. Он меньше, чем один год. Почему бы кто-то его возьмут? Хорошая вопрос. Почему твоя семья, в частности? Почему ребенка? Кто-то бы возьмёт всех своих детей. И ребенка нужна много. Это подтверждает. Это не случайно. Кто-то, кто-то взял ваш ребенок, у него есть агента. Хм. Многое группы в Союзе, которые берут людей. Рейдеры. Супер-мутанты. Ганеры. И, конечно, там есть институт. Кто-то ганеры? Супер-мутанты. Никакого работа слишком грустного. Они в ходе, как вероятно, суспеки. Они не будут те, кто отбирает стрижки. Супер-мутанты. Супер-мутанты? Да все, короче. А, ну да, я их не видел еще. Я думаю, что мы сможем безопасно править их. Ты думаешь, что рейдеры могли бы это сделать? Я, конечно, не верю. Они не могут организовать себя, а не собрать что-то так сложное. Так что вы думаете, что этот институт это правильный? Ну, они, как раз, они бомбардов. Если что-то не ошибается, все их обвиняют. Слышно увидеть. Почему? Эти старые модели, сенсивные их, снижают целые городки, за части, убивают все в их сторону. Потом ты получаешь новые модели, хорошие как умные, infiltрирование кидах и вытянутые стрижки от шагов. К сожалению, никто не знает, почему они это делают, какой их план, и где они. Даже не я. Я сам сам сам. Протопытный. Протопытный. Протопытный? Так что я знаю, я никогда не видел другого синтута, как мне. Это те старые, которые злые, как песни, и все металл, и те новые, которые почти человеческие. Я где-то между собой. не знаю ничего о них, реально? Какой-то секретарь, закрывает или блокирует эти памятники. И это не только я. какой-то секретарь, как сан-пепер на лице. Не много срочно. Но жесткая и голос может попасть в бизнес-биленции. Что еще? Мой человек, который... убил мою жопу. Он был в руке. Я не получал очевидный взгляд. Но... Это звук... Может быть, что было огромное революбер. Я начинаю получить очевидную картину о том, что человек, который наш перп. Есть еще что-то, что ты мне скажешь? Один из них пришел прямо к мне. Балдед. 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 Ты не слышал название Келлог, а ты? Кто он? Ты думаешь, что он имеет шарф? Много слишком большая коэффициент. Элли, какие нотки мы имеем о Келлоге? С descriпцией соответствует. Балдед, 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 оборудовательная работа, но никто не знает, кто его работа. И он купил дома здесь, в городе, да? И он был ребенком с ним, да? Да, это правильно. В доме в оборудовании. У него был около 10 лет. Это Шарн. Это должно быть. Какой-то... Не прыгай на меня. Он сказал, что ты искал ребенка, помнишь? Это более 9 лет, по моему мнению. Может быть, он имеет своего рода. Может быть, это кто-то другой. В любом случае, они оборудовались несколько лет назад. Давайте, ты и я возьмем на улице Келлога. Посмотрим, если мы можем впечатляться, где он пошел. Секретарь не пойдет в эту часть города, но... вы тоже? Вы должны быть осторожными. Я всегда. пособирать, что ли, у него предметы. Раз... Теперь можно. Может, что-нибудь найдем. Патрончики, конечно. Загадочный незнакомец. Уже несколько лет по сей территории бывшей США появляется сообщение о человеке, которого прозвали загадочный незнакомец. В случае... В лучшем случае, он аморальный псих. В худшем, опаснейший. Серийный убийца. Известен только его почерк. Появляется неожиданно, убивает безжалостно, исчезает без единого слова. Насколько известно, у незнакомца нет соучастников, нет четкого метода выбора жертв, и он не оставляет никаких визитных карточек. На протяжении десятилетий его видели везде, от НРК до Восточного побережья. Теперь он добрался до Содружества. Только безудержного психопата нам всем не хватало. Пора начать расследование и избавиться от него. Описание. Человек пол-мужской, носит разную одежду, но в последнее время, судя по описанию, появлялся в длинном плаще и шляпе. Во вкусе ему не откажешь. Один человек, группа Гуль с минимальными шрамами. Это могло бы объяснить длительные периоды между нападениями. Появляется и исчезает внезапно, что говорит об исключительных способностях или наличии доступа к сложным технологиям маскировки. Все случаи, кроме самых ранних, свидетельствуют, что незнакомец использует исключительно традиционное оружие. Это говорит в пользу его профессионализма. Имея дело с такими преступниками, я жалею о том, что институт не ввел тепловое обнаружение до того, как запустил меня. Место преступления. Содружество подтверждено. Столичное пустошь подтверждено. НКР старые слухи. Шейди Сэнс очень старые слухи. Но это, скорее всего, оба, надо, может быть, даже взять, оба скилле, который, если в ад все стрелять, иногда, когда крит проходит, вызывает незнакомца, и он его, ну, по кому мы стреляем, убивает. Что это такое? Смолянка возьмем. Так. Ничего тут особенного нет. Можно, конечно, еще вентилятор забрать, но он наверняка весит. Но я... 199. И ты реально прошел много, да? Надеюсь, ты и Ник найдем этого монстра. Дело исчезновения Эрла Стерлинга, клиент Вадим Бобров. Еще одно таинственное исчезновение Эрл Стерлинг, 25-летний бармен из камьи запасных. Один из владельцев Вадим Бобров заметил, что Эрл несколько дней не появляется на работе. Привлек... Так, ладно. Ознакомиться с делами. Ага. Окей. Так, фокус с исчезновением. Новое задание. Это у нас что? Марти Булфенч. Марти был партнер Ник. Эмпасис на ВАЗ. Он должен был какой-то дескатый прийти к нам за помощь после этого времени. Меня уже, типа, взяли на работу, что... О! Хелл да! За это захватчики игра. А никаких бонусов не дает. Жалко. Ну, игра тоже неплохо. Так, где выход? Выход. Значит, мне сейчас надо идти в дом этого Келлога. Ой. Я не знаю, почему мы позволяем Валентин жить в городе. Он спасает одну или два людей, и все забывается, что он фриканский сын. Я не хотела Элли услышать, но я думаю, что вы должны знать. Вы думаете, что я спрашиваю о Келлоге после его исчезновения? Хорошая информация. Он больше не просто мертвец. Он профессиональный. Быстро, быстро, быстро. Он не имеет враги, потому что они все мертвы. except you. Nine to one odds says he's our man. More than just you identifying his distinguishing features. The MO is all him as well. Leading a small team to kidnap a baby and leaving one of the... Вечно в этой игре проблема. Если идешь медленно, то отстаешь. Если бежишь быстро, то надо постоянно отпускать кнопку бега. Ужас. Надо все-таки как-то наступить на маркер Даймонд Сити, именно Даймонд Сити, потому что рынок рынком, а вот это, наверное, городок. Давай-давай. Покажи класс. Ворует мой опыт. Хотя у меня ключ есть. Ну? Пивко. У меня надо определить, из чего падает алюминий, потому что у меня его очень мало. Так, кнопочка. Позолоченная? Позолоченная. Ну, все равно возьмем. Блин, что я взял-то? Так, грязная вода. Ну, возможно, ее можно скипятить. Сколько она весит? Спасибо. Ну, зачем нам грязная вода, если есть очищенная вода? Ну, зачем нам грязная вода, если есть очищенная вода? А вот это крутая пушка. Я ее даже возьму, потому что у нее прицел крутой. Во-первых. Так, че-то не хватает. А. Ты поболтать решил? Хорошо. Есть идея? Ну, нет. Ну, давайте возьмем, посмотрим, какой из этого напарник будет. А? давайте возьмем, посмотрим, какой из этого напарник будет. Пайпер пока в Санкчуири Хиллз. Всех туда отправляем. Отлично. Так, сейчас посмотрим пушечку только. Так, какими он там стреляет? 308 калибр. 38. 45. Ну, она больше как снайперка, значит. Скорострельность у неё очень маленькая, но вот дальность можно использовать время от времени. Даже её на избранное поставлю куда-нибудь, на девятку, неважно. В любом случае, я не так часто буду ей пользоваться. Самое лучшее в ней это прицел, по-моему... Ах, вообще 6 патронов в этом, в патроннике. Где у меня пистолет-то был на семерочку? Да. На пистолет, наконец-то, тоже смог поставить такой же прицел, и он, по-моему, отмечает по описанию врагов. Если, ну, прицелиться, провести, то потом точка будет бегать. В общем, как в Far Cry 3. Со всеми, ну, чуваками, которых можно было биноклем отметить перед тем, как на базу нападать. Мне всегда это нравилось, потому что удобно. Ну, и в первом Far Cry это же самое был. Пёс, как ты вообще знаешь, когда ты нужен? Ну, правда, поехали. Учуял что-то? Учуял что-то? Ну, опыту дали. Воссоединение. Следовать за псиной. Сохранимся. И будем следовать. Заодно узнаю, где тут выход реальный из города. Видим, возможно, у меня и не открылся Даймонд Сити, потому что я... Ну, вот и Даймонд Сити обнаружился. Замечательно. И выход нашли. Робот-повар. Я, кстати, узнал, что помимо... Скилла, который позволяет строить обычные лавки для... Ну, типа, магазинов. Нужно ещё прокачивать собирателя крышек до второго уровня. Типа, чтобы строить самые лучшие магазины. Это немножко меня уже напрягает. Всё-таки четыре уровня тратить только, чтобы прокачать скиллы, относящиеся к постройкам и магазинам. Опять же, эти магазины будут стоить немало. Если это не будет приносить мне денег, я расстроюсь. Ну, и вообще, я уже расстраиваюсь, что приходится четыре уровня, как я сказал, уже тратить. Всё-таки четыре уровня можно было вкачать. Какое-нибудь оружие на болейший урон или ещё что-нибудь. Ну, в общем-то, так. Я уже чувствую, где что-то может быть. Показалось, что это сейв. Но похож издалека. Ладно, пёс, всё, веди. Не буду отвлекаться. Не, извините. Следующий. Ну-ка, ну-ка. Ну, это ж подставы. Я в Нью-Вегасе таких подстав навидался тысячи. Ну, и чё мы тут имеем? Может быть, сигары? Я не знаю. Пёс. Ну, тут кроме сигары ничего нету. На самом деле, в этом пистолете этот прицел не очень нужен. Например, с обычным коллиматорским было удобнее целиться. Во всяком случае, ну, пока вот переходит переключение, это между прицелом и обычным. Хотя можно и от бедра с него нормально стрелять. Но в голову уже придётся ставить прицел. Он какой-то сероватый. Он, наверное, для... ночной стрельбы, может быть. Ну, хз, в общем. Ну, прекратите. Повылезали. Радиоактивная кровь, мясо, ядерный материал. Я всё соберу с них. Хотя, сколько весит шкура? 0,5 и мясо ещё столько же. Ну, так-то... Так, ну, просто мне нужно... Я думаю, и зубы нужны, и... кости. Ну, в общем, всё нужно с этих тварей. Их шкура, чтобы там... Для постройки. Поэтому придётся собирать. Не так часто попадается это. Ну, патроны уже неплохо, правда. Радиация жарит только так. Надо... Антирадинчиком закинуться. И чем-нибудь жареным, чего у меня много. Странно. Всё так разбросано. Может быть, сортировка поможет. Чищеный водой закину, всё нормально. У меня такое чувство, что я уже был на этих рельсах. Ну, или очень похожее место. Из-за рельсов. В прошлый раз, когда я был на рельсах, на меня нападали гули. Да, пересыщи. Ну, такое задание. Лайтовенько идёшь со собачкой. Даёшь новые улики, чтобы она искала. Время от времени, конечно, будет кто-то нападать, типа кота-крысов. Хотя... Стоп, кто там? О, какое хорошее оружие. Если враг, то сразу отметилось. Хотя и... Это оружие должно его отмечать. Там вот... Ну вот, они идут. Отлично. Пёс уже пришёл. Ну, а псафта там побольше, чем я думал. Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Сейчас ещё рейдеры, наверное, прибегу. Хотя... А, ладно. Чё я буду отвлекаться? Хотя... Ого. Живучий. Я не очень меткий, что ли? По-моему, прям в голову ссорился. Да задержи ты дыхание. Ну, что такое? Я не знаю, он как-то... А-а-а. О, Д тратится. Всё понятно. Ну, вот узнал что-то новенькое. Ладно, поехали. Где пёс? Пёс уже срулил. Поехали, поехали. Ну, чё ты ждёшь? Поехали. Застрял наполовину, что ли? Пёс, чё ты хочешь от меня? Давай. Дёргай. Епотвою мать его. Ещё что вынимать теперь отсюда? Ну? Ну? 2015 год, а напарники всё ещё застревают. Конец 2015 года. А напарники всё ещё застревают. Опс. Нет, это не пёс. Это не пёс. Надеюсь, у тебя голова сейчас заболит. Ни хрена себе. Я, кстати, думаю, что у этого дробовика... Хотя у дробовика вам урон 70, а у пистолета 30. Так что, да, всё-таки пистолет послабее. Я думал сказать, о, дробовик не такой уж и мощный. Я потом вспомнил, что он как снайперка издалека долбит. Ну что, пёс, опять? Это похоже на запись, что-то она не берётся. Может, это не запись? Нет, не запись. Ну, опять... Любимое пивко. Это неизвестно, когда Келлок проходил. Тут, возможно, это было... Несколько лет назад, но... Это бред. Это бред, что собака там что-то может учуять. А от собака могла бы учуять только другую собаку, у которой течка, привезти меня туда. Ёб твою мать. Ну, Валентарин. Не начинай. Вот ты какой, да? Увеличение урона гулям на 50%. Медленное. Весь это много. Нет, спасибо, гуль. Да, пистолет, конечно. Конечно, надо прицел этот снимать с него. Просто я не думал, что у меня появится снайперка с таким прицелом. Я могу снайперку использовать, чтобы отметить цели, а потом убивать их. Ну, чё мне пистолет такой? Хотя... Надо попробовать, просто я сейчас ещё не один бегаю. В стелсе не могу ничего делать. Так, надо чё-нибудь скушать. А, почему бы? Ну, молот, конечно, меня расстроил. Так, радиация. Извини, пёс, я зайду по-быстрому. Осмотрюсь. Неужели я опять слышал уже выстрелы? Отдыхаешь? А, я тут был? Точно, точно, точно. Я ещё сидел с этим чуваком. Телек смотрел. Отдыхаю. да вес у меня конечно сейчас кончится скоро из-за ваших катушек и силовых реле это не тот робот который лазером из глаз стреляет даже сигары не понадобилось погоди погоди пес 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 тот прицел кстати даже не тот прицел даже не делает цели подсвеченными так что так что это рейдер а нет это ник валентайн надо будет снять прицельчик ядерный материал по моему редкий так что неплохо что он падает конечно есть по моему приглашение адриане листовка крышки потребность на техничек 100 это на руку или на что посмотреть час явно лучше моего ну хотя может у меня там плюс какой-нибудь дает поэтому на руку да надо найти что у меня там на руку уменьшает урон неподвижности понятно ладно тогда извините и так много весит так где пес да здесь ничего нету это вообще пришли тут же ничего нет хотя там полицейский участок ракет какая-то и медцентр возможно больничка и 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 Отмечаете пистолет тоже. Не-не-не, покрылышку не надо. По-моему, промахиваюсь. От плеча не промахиваюсь. От бедра, точнее, от плеча. Так, где еще один? Так, 70, еще 10 есть веса, ну ладно. Может быть, и хватит, но вряд ли. Ножка еще добраться до места, если будет возможность двинуть назад на базу, скинуть все и тогда двигаться внутрь. Как там псина? Ну да, ладно, что тебе? Все хорошо, парень? Не волнуйся, Догмит. Просто скажи «хелло». Ну, спасибо. Так. Значит. Где оно находится? Здесь. Форт Хаген. Давайте все-таки сгоняю. По-быстрому сброшу. Все нам не нужно. И там вентиляторы, хентиляторы. Чтоб можно было внутри нормально собирать все. И не было такого же «аа, я перегружен, помогите мне». Нет, нам такое не нужно. Можно, конечно, что-то там пить или есть, чтобы сила плюс два увеличивалась на какое-то время, но опять что-то придется тратить. Возможно, появится какая-нибудь зависимость. Зачем мне это надо? Так. Мои предметы, мое оружие. Импульсные гранаты я все равно не использую. Здесь тоже не использую. Неправедного гластелина пока убираемся. Но не нужен особо. Ну, как бы я... Понимаю, что я могу им пользоваться. Но у меня патронов от всего хватает. Это тоже на время можно убрать. Так, что они мне там изношенную шляпу подарили. И еще что-то. Успеете, плюс два. Мой хлам. Погодите, то есть... А, это просто бутылка. Тогда можно скинуть. Жель задутня скидываем. Зубная паста. Зубы. Это кость у нас. Изолента. Ни с чего алюминий не падает, что ли? Ядерный материал. Ну, замечательно просто. Так, тогда сделаем еще по-быстрому броня. Стоп. Что происходит? Ну, от алюминия не хватает. Погодите, глушитель-то мне нужен. Прицел разведчика убрать. Зачем делать, если можно просто прикрепить старый... Ну, а теперь будет лучше, мне кажется. Так. Тогда мне еще надо, наверное... Разобраться с оружием. На, хотя, ладно. Отправляемся. Хотя, нет, не отправляемся. Слишком много у меня появилось всего, мне кажется. Нормально так. Наготовил на всех. Так, надеюсь, веса у меня стало меньше. Было, по-моему, 26, стало 25. Ну, или было 24, а стало 25. Ну, ладно, не критично. Конечно же. Надо вернуться побыстрее, а то забуду, где мы там были. Хотя, точка есть. Точка же есть. Не потеряемся. Надо еще найти вход в этот полицейский участок. Потому что главный, походу, завален. Кстати, 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 кстати. Надо будет проверить, можно ли закатать в 10-миллиметровый пистолет другие патроны. Ну, типа, модификацию, чтобы другие патроны использовались. Проверить, будет ли он сильнее наносить урон. Чувствую. О, тарелочки. Может быть, там супермутанты обитают. Так, ну, обычно... Договорился. Так, а что у меня из оружия есть? Чего я буду тратить эти патроны-то? Уже и забыл, насколько прикольная эта пушка. Ну, она, такая она. Но прикольная. Если бы она наносила меньше урона, она была бы не прикольная. Так, она прикольная. Там труп лежит. Издевательство какое-то. Все забираем. Так, будет вход с крыши? Похоже, что да. Ёлы-палы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сучка. Сучка. Жалкий олень убежал. Кстати, вот эта пристроечка, она наверняка там... Что-то имеется в ней. Все взял? Ну что, я, наверное, пойду проверю, почему нет. Где эта была херня, которую я сверху видел. Так, ааа, стоп. Ладно. Если не этот, то тут проверю. Надо шаров набрать. Все, хочу свой бильярдный стол. В своем городке закидать. Это бильярдный стол есть, шаров нет. Как и Киев, по-моему, Ки-1 вроде есть, ладно. Это книжка? Так, камеру берем. Да где ж эта здание? А вот она. Ну, может быть, это и неполноценное здание, да? Это всего лишь так. Ну, перепрыгни, пожалуйста. Вот, высоко, да? Очень. Ну, ладно, нет, ничего и нету, все. Хватит. Все эти турельки дымят. Вроде взорвались на малюсенькие кусочки, которые уже и не должны дымить, все но дымят. Стоп, вход же тут был, нет? Ну, вот, я не могу вход найти. Надо по турелькам идти, точно. Тогда найду. Или не найду. А вот он. Заныкали. Неприметные, даже не пометили. Никакими знаками, что вот он вход. Замечательно. Нормально встречают. Слушайте, а этот, похоже, с другого какого-то места зашел. Возможно, это и не тот вход. Так, огнестрельное оружие наносит на 5% больше критического урона. Замечательно. Блин, еще пришли. Ну, зачем ты привел их? Наркоман. Похоже, что она точно институт-то украл. Ну, кто-то там явно ходит. Ну, он же должен справа прийти, да. Заря я убрал то оружие, которое на ядерных батареях работает, походу. Тут я этого наберу говнища только так. Ладно, вот что я думаю. Надо делать здесь перерывчик уже. И продолжать уже в следующей части, потому что они будут, похоже, напирать и напирать там. Ну, а на пока всем спасибо за просмотр. В следующей части будем зачищать это место. Ну, и дальше проходить. Смотря сколько понадобится времени, чтобы зачистить это место. В общем, увидимся в следующей части. Всем пока.